Чего ждать от вот таких судебных процессов? Сумеет ли НАБУ довести очередное громкое дело до конца? И грозят ли Одесситам уже в этом году перевыборы мэра? На такие вопросы нельзя найти ответы без опытного политического эксперта. Поэтому сейчас самое время для прямого включения. Тарас Загородний на связи со студией подробностей о неделе. Тарас, я вас приветствую, спасибо, что присоединились. Вот о чем свидетельствует вчерашняя драка под судом, как вы считаете? Вот уже целая традиция, тенденция, да, каждый громкий судебный процесс у нас сопровожается силовым противостоянием. Вчера до стрельбы дошло, ранен был полицейский. У нас теперь в стране всегда так будет? Как вы считаете? Ну, это свидетельствует о том, что уровень недоверия вообще к органам государственной власти растет в геометрической прогрессии, и в том числе особенно к судам, которые выносят достаточно сомнительные решения с точки зрения законности либо видимости даже законности. Поэтому реакция различных людей, активных людей, она в принципе тут прогнозируема. Хотя я уверен, что если бы наша власть захотела, то она обеспечивала бы порядок и в этом суде тоже. Тарас, теперь о том, что я бы уже назвал, ну, наверное, фирменным стилем антикоррупционных детективов и прокуроров. Вот с некоторой периодичностью они предъявляют новые и новые обвинения очень хорошо узнаваемым персонажем. Шумиха, конечно, потом стихает, но вот впечатление такой активности, оно же остается, правильно? Как долго еще может это продолжаться? Как можно долго эксплуатировать вот этот прием? Ну, честно говоря, более нужно тоже смотреть критически на работу НАБУ, в этом деле тоже. Я считаю, что достаточно сложно будет доказать прямой умысел конкретно Труханова. Почему? Потому что там было коллегиальное решение. А если вы хотите коллегиальное решение, то нужно проводить очень тщательную работу. И часто, к сожалению, НАБУ злоупотребляет доверием граждан конкретно к детективам и к НАБУ, как к новому органу, и часто проводит расследование в Фейсбуке для того, чтобы пролоббировать свой карманный фактический суд, как они называют, антикоррупционный. Поэтому в данном случае тоже нужно смотреть на материалы дела, которые предоставляются на рассмотрение судьям, и насколько адекватно их тоже оценивать. Потому что, ну, 70% работы НАБУ это все-таки пиар. Понятно. Спасибо, Тарас. Ну, я правильно понимаю, что по вашему мнению расследование НАБУ против Труханова приговором не закончится? И действительно, можно спать спокойно, перевыборы их не ждут? Ну, это зависит от баланса политических сил. У нас все-таки во многом перевыборы также определяются играми различных группировок во власти. Я говорю о том, что в данном случае, если говорить чистым юридическим языком, было коллегиальное решение депутатов. И поэтому в данном случае нужно расследовать и доказывать, что был сговор. А этого я пока не вижу в материалах дела. Максимум, что сейчас можно именить Труханова, это то, что служебную халатность, это то, что он не наложил вето. Но он, опять же, может сослаться на решение городского совета, которое он подписывал, потому что он является исполнительной властью. А решение принимает городской совет в данном случае. Понятно. Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо за комментарий. Политический эксперт Араз Загородний отвечал на мои вопросы. Продолжение следует...